И продолжая тему воспитания и образования, только уже не в разрезе отдельного человека, а общества в целом. Здесь важно отметить, будущее Беларуси безусловно за активными гражданами, которые готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Именно поэтому развитие гражданского общества и партийной системы на контроле главы государства. Важнейший акцент здесь на том, чтобы партии и общественные объединения не использовались внешними игроками для дестабилизации ситуации в стране. Ну как это работает, мы с вами видели в 20-м. И таким структурам не место в Беларуси. Нынешняя геополитика вносит свои коррективы в общественно-политическую модернизацию. Да, время для формирования разных центров силы не самое подходящее. Но позиция Александра Лукашенко в этом вопросе железная. Если обещали, надо выполнять. Рассматривая эту тему и законопроекты, мы будем подвергнуты жестокой критике. Как с одной стороны, так и с другой. Наши сторонники нас будут критиковать за то, справедливо, что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства и как результат создания партии. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная. Тем более, этот мир вокруг нас с напряжением. И в данный момент, в такие времена, любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это президент по конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот где-то начали партийное строительство разворачивать. Появятся новые партии. Естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди и так далее. То есть, когда надо объединяться, мы вроде бы начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы. С другой стороны, нас будут критиковать, если мы пойдем этим путем и примем вот эти два закона, что мы недостаточно демократичны, мы какую-то особую систему создаем ранее или даже неизвестную в мире политическую систему общества. В общем, будут критиковать за недостаточный радикализм. Но я исхожу из того, что мы обещали. Мы в свое время до принятия Конституции и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что мы эти вопросы будем решать. Обещали – надо выполнять. Спасибо.